Снова здарова, дамы и господа, на связи Роман и канал Фрисенгеймс. Мы продолжаем Мстителей. Так, поехали, сюжеточка. Что у нас было в прошлой серии? В прошлой серии у нас было... Мы попали на базу АИМ, мы её нашли, базу АИМ, хотя мы искали, по-моему, помощи у Тони Старка или кого-то там с помощью Халка. Попали на базу АИМ, немножко победили, немножко огребли. Короче, Халк куда-то убежал и Камала Хан должна ему помогать, потому что он попал в сложную жизненную ситуацию. Ну, такое бывает, а с кем не бывает, потому что Халк он всё-таки человек, а Брис Беннер тоже всё-таки человек, а как и любой человек, он может попасть в сложную жизненную ситуацию. Дай-ка я сделаю потише, чё ж ты так орёшь? Вот так вот. Ладно, хорошо, поехали, помчали. Так, мы за Камалу играем, и здесь я сразу вижу что-то нам необходимое. Отлично, давай мы быстро соберём. Ебой. Опа, знак могущества. Мы с тобой нашли и нашли что-то ещё. Младшие артефакты, смотри, мы нашли камень Норн, Дарн Золото. Преимущество. Призматический катализатор. Все источники приносят на 3,2% больше опыта. 3,2% больше опыта. Хорошо, а надо ли нам это или нет? А вот это вот нам определённо надо. Это мы разбираем. Почему бы не разобрать? Встряска могущества увеличивает оглушающий урон от мощных атак на 15%. Мощные атаки мы с тобой обычно не используем. Мы используем либо суперприёмы, либо стандартные базовые атаки. Мощные мы с тобой не делаем, или я не знаю о том, что мы их делаем. Пойдём, позабираем всё, что у нас тут валяется. О каком выключателе речь? А, да, есть такой. Погоди, мне бы вот туда немножечко. И туда тоже так-то по идее надо. Но мы сначала отправимся здесь. Опа! Отлично. Ноги у нас длинные. Блин, надо ещё немного потише сделать. Очень громкая игра. Очень громкая мне в ухе. Тебе мощь не очень громкая, а мне очень громкая. Ой, это что? А как это я мимо чуть не пробежал? Опа! Смотрите-ка, ещё лучше знак нашли. Нет, не лучше. Мощь у него меньше получается. Мы теряем ближний бой 1%, защиты 2%, дальний 1%, суперприёмы 1%. Преимущество снаряжения. Следующий этап прироста плюс 4 к мощи. А имеет ли смысл нам этого? Здесь-то плюс 7. Ну здесь зелёный. А, здесь-то синий. А что лучше? Необычный? Редкий. Не-не-не, редкий всяко-разно лучше по-любому. Материал плазмы мы с тобой нашли. Один материал всего лишь. Этого нам маловато. Побежали дальше. Дай 5, суперприём готов. Отлично. Хопача! Ай-яй-яй-яй-яй! Ладно, без раскачки, но так тоже можно. Эта дверь открывается? Сим-сим? Сезам? Эф? Хуйца. Ладно. Нет так нет, но нет и сюда нет. Что-то я сломал. О, хорошо. Зачем нам прохил, если нет врагов? Они сейчас полезут со всех дыр? Так, я их уделаю. Погоди. Чуть не упустил ящичек. Комикс найден. Узы. Материал. Так, погоди. Меня больше всего интересуют узы. Старк Индастриз, между прочим. Я их могу нацепить. Но будем мы их улучшать? Я думаю, что пока рановато. Мы поняли с тобой, что есть зеленые предметы, есть синие предметы. Наверняка есть еще какие-нибудь золотые или фиолетовые. Ну, что-то такое суперредкое. На них материалы мы оставим. А вот и пацаны полезли. Ща, мы быстро их уделаем. Что я здесь? О, привет. Здорово. Может, не будете меня убивать? А куда он ушел? Мне показалось, или он сквозь текстуру провалился? Да, ну, хорош блокироваться. А ну, пошел отсюда. Э, как это? А как это? Ай, ну да, точно. Им же надо через... Вот так вот. Во, вот это ему поможет. Так, Камал, это ты-то не падай. Почему, кстати, их нельзя просто скинуть? Иду, иду. Уже иду. Ща, мы сделаем. Хопа, отлично. Так, это здесь. Сейчас по-любому вот это активирую, еще полезут со всех сторон, да? Да, конечно же. А вот и полезли. Здравствуйте. Есть. Давай в рукопаш. Ой, еще одну плазму нашли. Отлично. Это мы можем прокачать... Что-то за плазму. Не помню, что мы там могли прокачать за плазму. Но я не хочу этого делать. Мне жалко плазму тратить. Как это? Чуть-чуть не дотяги. Ну, вытяни. Ах ты ж. Да. Никогда и ни за что. Ой, здравствуйте. И кто-то здесь еще есть? О, здорово, братишка. Отлично его удел... О-па-па-па-па-па-па-па. Погоди, мне походу придется к ним отправиться. Какой ты там ногой махаешь? Рукой махай. Ты падла. Иди сюда. Как бы тебе ударить-то? Почему этим захватом нельзя об землю стучать? Я не понимаю. Ну, может, кстати, потом можно будет. Может, мы что-нибудь прокачаем и у нас пойдет. Так, жилет три. Жилет четыре. Естественно, жилет четыре. Так, тебя мы разбираем. Ай-яй-яй. Где еще мне что надо нажать? Ага, все, иду я. Иду, иду, бегу. Хопача. Прямо Маугли. Маугли, я бы даже сказал. Давай, 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 давай. Ну что, финальный бой? Ух ты ж. Кстати, новый уровень, между прочим. Вот так вот. Погоди, новый уровень. Да, я навыки умею. Да, я навыки могу. Это что? После парирования. Нет, это не то. Это тяжелая атака. Легкая атака. Давай мы по легкой атаке посмотрим. Потому что дальний бой у нас почему-то закрыт. Пятнадцатый уровень. Ого, чтобы сдавить его. Чтобы потянуть его к себе и силой ударить о землю. А, ну вот, видишь. Да, да, да. Ладно, хорошо понял. Здесь у нас что? Нажмите в рывке. Не хочу. Удерживайте, чтобы рвануть вверх, нанося противника в шквал апперкотов, подбрасывающих в воздух. Ага. Находясь в воздухе, удерживайте, чтобы пробить защиту цели двойным ударом ногами. Вот это, кстати, интересно. Находясь в воздухе. Уклоняясь, чтобы сделать подсечку. Блин, тяжелая атака, в принципе, тоже неплохо. Но мы ее не используем. Ага. Не-не-не, давай что-нибудь полегкое. Вот это в воздухе, наверное. Будем пробивать с тобой щиты, находясь в воздухе. Здесь я, естественно, пока... А с какого уровня здесь открывается что-то? Десятый? Пятнадцатый? Пятый? Пятый уровень. А мастерство? Где? Пятнадцатый. Понятно. В общем, пока что нам это не светит, да? Ладно. Ой, здравствуйте. Ой, не-не-не-не-не, только не ты. Сука, собака, дикий черт. До свидания. Вот и все. Не, ну слушай, ну за нее определенно легче даже, чем за Халка играть. Прям серьезно тебе говорю. Да, откроется тут все нормально. Опа, здравствуйте. Почему я не могу это взять? Это то есть надо типа... Да ладно, типа перепроходить за других персонажей или когда нам что-то другое откроется. Я не люблю перепроходить уровни. Я не буду этим заниматься. Правильно. Золото Старка. Это что? Куда? Назад? Вперед? А вот и Сундученский. Здравствуйте. Да, ну какую удерживать? Вот это давай удерживать. Отлично. Узы нашли новенькие. Что бы тут еще поискать? Кстати, а что за Узы-то? Четыре мощь, пять мощь. Берем. Там было Старк Индастрис, а это не Старк Индастрис. А какая разница? Может какой-то комплект из них типа можно собрать? Ну, всяко может быть. Я же тебе говорю, времена тяжелые. Он тоже человек. Прикинь, за сколько это все продать-то можно? Здравствуйте, жилет. Все? Больше ничего? Точно? Нет, смотри-ка-то. Вообще не время. Так, ну это одинаковое. Хорошо. Так, что такое? Я прямо с ума сойду! Не надо, не сходи с ума. Первый щит Кэпа. Опа. Первый щит Капитана Америки. Первый щит Кэпа. Видела над Днем Мстителей. А, кстати, да. Не открываешь тайный проход? Не, не открывает. Стоило попробовать. Новый знак. А у нас, между прочим, знак, кстати, синий. Да. Сравнить где? Е. Сравнить где Е. Хорошо. Не, 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 нафиг. Давай мы его лучше разберем и получим чуток плазмы. Вещи много, но большинство из них, конечно же, беспонтовые и ненужные. Хотя, опять же, это поначалу, потом-то наверняка пойдет что-то интересное. Главное выяснить максимальный уровень снаряжения, чтобы можно было понять, что нам стоит качать, а что нам не стоит качать. Это что? А, Башня Мстителей. Башня на западном побережье. Зачем это хранить? Джарвиса не видать. Не видать. Ну, там бы ты его и вряд ли увидела, в принципе. Опа, суперприемы плюс 13%? Да ладно. Точно. Ну, хрен с ним, давай. Оно, конечно, менее редкое снаряжение. Самое обычное, но зато суперприемы плюс 13%, а это немало. В смысле, за картонкой спрятались? Что? А, здравствуйте. А вы крутые. Есть такое дело. Ну, вот же жесткие диски и лежат. Целая пачка. Я отсюда вижу 4 штуки. А, нет, я вижу 7 штук отсюда. А, нет, я вижу 8 штук. Тут их до хера. А вот Джарвис. Ну, ладно. Он больше на видеокарту похож. А, нет. Ой-ой-ой-ой-ой, звуки неприятные. Айда Халк за нами пришел. Найди Халка и валить отсюда. Да-да-да. Или не пришел, или где-то сражается. Что у тебя там, букашка? Красавчик. А, ну-ка, да это мне. Хуйца тебе. Обойдешься. Ну, я тоже самое практически сказал. Она просто. Ну, вот и дядя Халк пришел на помощь. Добро пожаловать обратно в мир живых. Выглядишь так себе. Ты себя-то видел? Внимание, найти девчонку и не путаться у меня под ногами. Ох ты ж ебанно. Что-то с тобой не так. Что-то изменилось. А что ты делаешь? Ой, а что у нас со здоровьем? Это Бэннер, да? Бэннер и его чувство вины. Все, я погиб, считай. А дайте мне отхил какой-нибудь. А, вот есть. А что так мало? Ну, отходи. Пиздец ты, конечно, медленный. Ага, спасибо. А, я ж могу бегать. Все равно за дело. Вот ты падла. Да отъебись ты! Здоровый мерзкий тип. Ну, давай поприветствуемся. Хорош! Это что? Отлично. Давай мутируйся, превращайся. У меня это сейчас уделают, кракозябраты. От Бэннера не избавиться. И стать им нельзя. Ты безмозглая обезьянами. Пошел ты. Будешь ты мне еще рассказывать? Подонок. А ты что такой большой? Мерзость. Хотя он и по фильму-то был не маленький. Но Халку вообще умел так-то увеличиваться в размерах. Ну, ты же становишься злеем, становишься больше. Я смогу вас отыскать. Да погоди, мне сейчас надоеду. Она к нам присоединилась. Как это ломать нельзя, да? Да. Вот это по-любому можно. Какая сила здесь сосредоточена. Здесь я родился заново. Да мне насрать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, я пошел. Ага, спасибо. А вот с этим это мне что делать? Бля, опять поле. То есть мне надо успеть их вынести, пока поле отключено, да? Ага. Да почему? А, вовсе. Бля, спрятались. Ух ты, нихера себе. Ты так же умеешь? Никогда не ощущал такой мощи. Да блядь. Они его подпитывают, судя по всему. Ладно, забью я на них хрена, я просто настучу ему по щам, да и все. Ага, ну или он мне. Что тоже вполне вероятно. Да, мне их не получается разбомбить. Ладно, так, погоди, погоди, тут прохил есть. А, ну мне пока рано. Ой, захват готов. А ты куда побежал-то? Ебануться. Неудачно я пробежался. Ну ты падла. Да прекрати. Отходим. Стратегическое отступление. Ой, хп-реки. Мое. Где-то там. Блядь, он и в воздухе меня достанет. Ладно. Охренеть, не встать, что творит. Как бы он вообще в курсе, нет, что мы за Халкой играем. Это же не человек-муравей, это Халк. Ой-ой-ой. Хуй делал нас. Вообще не могу за этого бородатого, лысого, зеленого играть. Как так-то? Дали бы мне Камалу Ханду и все. Было бы интересней. Я нашла схему архива. Теперь я смогу вас отыскать. Скорее бы она к нам присоединилась. Не надо. А, ну нет. Хотя, наоборот, надо. Чувствуешь, какая сила здесь сосредоточена. Здесь я родился заново. Дадим уклонение, которое в этой игре придумали. Они вообще тут на кой хуй нужны-то? Они не работают просто-напросто. Он мне наносит урона, мама, не гору. Он с одного удара сбивает у меня хп просто в космос. Где ты там? Не вздумай прыгать. Еще хуже. Где ты там? Отходи, отходи, отходи. Он тебе сейчас по щам настучит. Брось каку. Да не в меня же, блядь. Придурочный. Блядь. Ух ты. Тихо, захват готов. Сейчас надо захват грамотно провести, и ему будет конец. Надеюсь. Иди сюда. Да ну почему ты захват-то промазал? Пошел ты. Ага, окей. Ну, падла. Все, уделал. Не, ну крепкий гад. Это еще зачем? Батыш жесткий. Охренеть ты жесткий. Было бы прикольно, если бы еще и кровище полетело во все стороны. Вот это было бы прям вообще деликатесно. Ну а тогда это было бы не Марвел. Да хрен там. Ты его хрен убьешь. Эй, а где это мы? Ну типа лаборатория какая-то. Или реактор. Да, говорю с собой. Ты понимаешь вообще что-нибудь? Так. Раскройте тайну. Темный терреген. А что случилось? Его силу лишили? Или... Нет, нет. Нет, не надо. А-а-а. То есть темный терреген делает из нелюдей людей. Многообещающе. Объект 705 легко перенес обработку и будет под наблюдением в течение суток. Ого, Брюс уже оделся где-то. Надо уходить. Здесь опасно. Ну это да, особенно когда ты не Халк. Пустяки. В смысле пустяки? Она сказала да точно, а не пустяки. Ну вот, ты, конечно, можешь делать комнату, но... Опять переоделся. В смысле, не понял, ты... Так же база АИМ или мы вернулись на корабль? На Химеру. Ладно. Так. Ну, в общем... Да. Хера, они кусок путешествия вырезали. Что? Что правда? Что, прости? Лекарства. А если я правда смогу... То есть, если это правда... Вдруг я снова стану нормальной. А зачем? Знаешь... Это так не работает. Но вы же видели. Кажется, это очень больно. Но вдруг... Но вдруг стоит того... Камон. Я всегда была не к месту. Я... Обожала супергероев и думала, что... Если смогу... Выиграть конкурс на лучший фанфик, То всё будет совсем... Неважно. Ну, а теперь... Я же урод. Эй... Ты вовсе не... То, что ты сделал... Эй... Это был очень храбрый поступок. Глупый... Глупый... Глупый с храброй, но где-то рядышком. И... Мало бы вообще, кто на такое отважился. Важно не быть хорошим. Что? Ничего, спасибо. Комната супер. Ну, то есть, будет супер. Ну, как сейчас. Да. Здесь. Эм... Норм. Спасибо. Ладно. Я... Я... Пойду, у меня дела. Да. А с Джарвисом-то мы будем что-нибудь делать? Или где, или как? Он, во-первых, где... Подключить его куда? Всегда так делай. Зато у меня есть собственная каюта на Химере. Я тебе говорю, мы вернулись на Химеру. Охренеть, не встать. Были там, теперь здесь. Какой, наверное, вид отсюда открывается в полете? Наверное. Но мы никогда об этом не узнаем. Может, мистер Старт ее починит? Мне кажется, я ему прощу новую собелить. Тут, правда, тот еще бардак. Видимо, комнату использовали под склад. Видимо, комнату не использовали вообще. А это что? Интересно, кто тут раньше жил? Глубоко в душе. Давай, Джарвиса, подключай. Да нормальная музяка, ты че? Так-то лучше. Да ни хрена не лучше. Включай обратно, как было. А что делать-то мне? Осмотрите новое жилье Камалу. Ну, осмотрел. Надо поговорить с Брюсом. О! Брюс, наверху или внизу? Так, он внизу. Тогда мы поверху походим. И все двери работают? Или только одна моя? Походу, только одна моя дверь работает. Ох ты ж ебана. А че так много дверей? Браслетики немножко. Ага. Узов немножко. Немножко там, немножко сям. Сейчас что-нибудь себе и насобираем. А-а-а, погоди, мне к тебе рано. Я еще не все, я еще не закончил. Что мы получаем? Минус к приемам, но зато ближний бой и дальний мы получаем плюс. Давай. Дальний или ближний-дальний? Не, давай ближний и дальний. Поехали еще что-нибудь где-нибудь. Ну и здесь пусто определенно. Поверху мы уже с тобой прошлись, пошли. По низу пройдемся. О, здесь комната Тора была. Здесь была комната не знаю кого. И здесь не знаю, и здесь не знаю. А, ну это Халк. Ну, определенно комната Халка. Комната Брюса. Похоже, Халк сюда не заходил. Ничего не поломано. Ну или Брюс за ним мгновенно все убирает. Ну или да. А это чья? Блин, ну Таскмастер не может быть. Он же не с ними был. Хотя очень похоже, кстати, на его эмблемку. Погоди, что я нашел? Ближний бой минус 2% за все... Ладно, давай. Чуть-чуть опустим себе ближнего боя. Но зато у нас будет больше защиты. Что тоже, в принципе, необходимо. Хотя защиты больше Халку надо. Он прям реально какой-то слабочина. Это что? Тут можно вырастить какие-нибудь ароматные травки. Базилик, тимьян. Может, орегано? А, кстати, к мясу заебись заходит. Что это за фигня? Глубоко в душе. Ага. А, ну все, получается. Мы все обошли. Да, ладно, хорошо, пошли. Товарищ Брус. Брус Бэннер. Здесь точно ничего нет? Ага, ничего нет. Сейчас же. А он Джарвиса, скорее всего, подключает. О, знак натиск. Притом, кстати, две звезды. Две звезды. О, браслеты и искусный гравитационный взрыв. Вот это прикольно. Так, погоди, узы нахер, браслеты. Как они мне ближний бой? Искусный гравитационный... 14,5% шанс, что попадание в слабую точку соперника вызовет антигравитационный взрыв поднимающих стоящих поблизости противников в воздух. Между прочим, синие. Это редкое. Качнуть, не качнуть. Давай качнем. Шансы увеличиваются. А, нихрена не увеличиваются. А почему не увеличиваются-то? Не увеличиваются. Ну ладно, в любом случае качнули. А здесь куда что? О, увеличивают урон от мощных атак на 16,3. Увеличивают оглушающие... А, ну понятно. Ну давай это возьмем. Ну пока мы это качать не будем. Но браслетики топовые. Пока что весьма-весьма неплохие браслетики. Бля, еще один браслет и нашел. А я только-только те прокачал. Не нажму. Подожди. Подожди со своими нажми, не нажми. Мне некогда. Понижает все. Защиту повышает. Щитки пима. Атаки дальнего боя наносят уменьшающий урон. Критические попадания в дальнем бою наносят еще больше уменьшающего урона. Зачем мне это? Не, это хуже. Это хуже определенно. Ладно, а то я уж расстроился, что придется перекачивать что-то другое. Где что, когда-когда? Добрый день, доктор Бэннер. О, знакомый голос. Крутота. Это же компьютерный друг Тони Старка. О, просто крайне развитый искусственный интеллект. Рад познакомиться, мисс. Хан. Ну, а ты можешь звать меня Камала. Очень приятно, мисс Камала. Что происходит? Штабному столу не хватает энергии. Система находится в режиме аварийной блокировки. Хм. Видимо, я задел датчики сигнализации в лаборатории. И что? Надо их отключить. Я этим займусь. Окей. Погоди, а что-то мы со счетом... О, забирай. Круто. Это мус самое место в музее. Фу ты, блядь. Лаборатория где? Я думал, мы заберем, будем драться со счетом. Нет? Так вот, Брюс. Что я ищу? Слушай, отключить датчики можно с помощью лабораторной кинетки. Консоли. Упс. Кажется, я только хуже сделала. Что-то не то. Ничего страшного. Придется отключить их вручную. Ищи маленькие красные лампочки. И как мне до них достать? Кулаком. Шутишь? А, точно. Эластичные руки. Таким образом? У них есть. Не так уж и сложно. Это вообще изи. Знаете, в одном из моих рассказов Железному Человеку пришлось разбить все фонари, чтобы прикрыть Черную Вдову. Да, неплохо. Не думала, что настоящие Мстители так делают. То есть, я не настоящий Мститель. Опа. Почти готово. Есть. Все получилось. Теперь возвращайся. Иду, иду. Что? Доступны карточки героев. Доступны карточки испытаний героев. Выполняйте испытания героев, чтобы зарабатывать очки испытаний и открывать на карточках испытания функциональные награды и предметы внешнего вида. Используйте тап, чтобы открыть меню персонажа, затем выбрать карточку героя. Интересно, подожди, это что? Стоимость сатен. О, не понял. А, за бабки? Нет, ты дурак, что ли? Супер-класс. Побеждайте противника с помощью супер-приемов. 20 штук. Собирайте младшие артефакты. Еженедельные. А, ну, дейлики выполняешь, получаешь награду. Очки испытаний получаешь. А очки испытаний? Очки испытаний. По уровням открывается вот это всяко-разно. Все, я понял, ладно. Что у нас с помощью супер-приемов? 20 противников победить. Собрать младшие артефакты, да не и было вообще где их брать. Побеждайте противников в увеличенном состоянии, это легко. Проходите зоны боевых действий в любой точке мира. Что-то, кстати, интересно и непонятно абсолютно. Мы не будем этой херней заниматься. Неплохо, Камала. Так, Джарвис, давай найдем Тони. Эээ, Джарвис? Поиск, значит. Момент. Что-то... Что-то не так, доктор Бэннер. В смысле? Фигово. Боже, мое нейронное подключение повредилось во время аварии Химеры. Это особая технология счета. Без нее у меня нет доступа к глобальной базе данных. Счета? Ну, давай позвоним Марии. Марии Хилл? Она сейчас возглавляет щит? Вроде того. Никто не знает, что с директором Фьюри. Как по мне, так только Хилл можно доверять. Брюс, рада тебя видеть. Здравствуйте. Я когда встречалась с Халком и не думала, что увижу тебя снова. Да. А ей вроде лицо оставили, нет? В смысле за тот случай... Очень похоже, по крайней мере. Хиллку... Тогда было непросто. Не надо извиняться. В тот день у всех нас рухнула жизнь. Рада, что Мстители снова в строю. Ну... Как сказать, полтора Мстителя. Камала Хан. Пока настолько двое, но мы пытаемся найти мистера Старка. Так, Мария, нам нужно нейронное подключение. У вас наверняка есть. Все наши средства захвачены АИМ, а агенты в бегах. Но... Кажется, я знаю, где можно поискать. Отправляю вам координаты на штабной стол. Попутировать скажу подробнее. Запускать двигатели Квинджета, сэр? А... Какого Квинджета? И мне интересно, какого Квинджета? С помощью штабного стола выберите задание «Пропавшие звенья в регионе Снежная Тундра». Что? Чтобы направить Квинджет к следующей цели, подойдите к штабному столу. Это я типа задание еще могу выполнить? Командер Хилл указывают на объект в далекой тундре. Я поставил отметку на карте штабного стола. Задания, которые особо важны в деле против АИМ, я пометил знаком Мстителей. Счел, что это будет уместно. Ага. В некоторых заданиях вы встретите противников с особыми умениями и способностями. Рекомендую внимательно ознакомиться с модификаторами заданий и после выбрать соответствующую тактику. По нашим данным, в этом регионе солдаты АИМ используют крио-вооружение. Советую вам выбрать морозостойкую экипировку, чтобы повысить шансы на успешное выполнение задания. Да он ни хуя себе. А где? А, ну уровень сложности-то понятно. В смысле? То есть мы теперь как... Вы знали, что он всё это время был там? Ахахаха, конечно нет. Ага. Думаю, вы просто хотели прокатиться за рулём. Ахахаха. Нет. Нет. Хм. Пиздобол. Короче, получается, мы будем сидеть постоянно в штабе, выбирать персонажей, отправлять их на задания и проходить тем самым задания. Я понял. Выбрать героя спутника. Так, смотри, у нас есть Халк третьего уровня, 8 мощь. У нас есть... Мисс Марвел четвёртого уровня, 6 мощь. При этом у неё точность выше, могущество ниже, выносливость выше, решимость выше. Но она умеет лечиться, поэтому... В идеале, конечно же, брать её. Ну, как мне выбрать? Допустим. Один из двух членов штурмового отряда. Шкафчик для снаряжения. А у меня нихера нет. Включить подбор игроков. Это что такое, невероятное? А-а-а-а-а-а! Да подожди ты со своей привязкой учетной записи, то есть это мы можем, получается, в одну каску пойти, либо пойти с пацантры, я правильно понимаю? Ладно, Халк, нам надо найти нейронное подключение. Может быть, мистер Старк сможет разыскать записи того, что случилось с Кэпом. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Ай, похуй, он сопли вытирает. Где-то я уже такое видел, по-моему, в какой-то из лего-игр, там тоже мы тупо сидели в штабе и занимались тем, что телепортировались в место, где надо выполнить задание, выполняли задание, в штабе открывали там что-то новое. Это если я ничего не путаю. Мы путешествуем к пункту назначения, мы прям реально в тундру летим или что? Почему так долго? Я открою вам доступ к закрытой частоте щита. Она приведет вас к бункеру. Стойте. У меня помехи. Что-то внизу блокирует датчик. Надо выяснить, что. Сделаем. Это лучше бы приоделось. Тут так-то холодненько. Морозненько. Да холодно, пиздец. Присматривать к ним, Камала. А им, они нашли пункт, но... Активные модификаторы. Метель добавляет ледяные опасные зоны, увеличивает урон холодом для игроков из всех источников. Давление отключает автоматическую перезарядку запаса воли при получении критического ранения. Ранение. Интересно. Прием, прием. Не работает, короче. Ладно, мы тогда... Ничего страшного. Я приведу вас к их генераторам помех. В тундре мы уже будем путешествовать и выполнять задания, естественно, в следующей серии. Поэтому, если интересно, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр.